Здравствуйте! В этом номере Гудка читайте про конкурс начальников вокзалов, который прошел на Западно-Сибирской железной дороге. Конкурс проходил на одном из самых красивых вокзалов дороги в Бийске. В нем участвовали 42 начальника вокзалов. Начался конкурс как экзамен в ГАИ. С теорией. Начальники вокзалов сидели за компьютерами и отвечали на вопросы. Вопросов было 35 и касались они как знаний трудового законодательства. Например, был такой вопрос, сколько дней должен быть отпуск так. И профессиональные вопросы, например, какой документ надо иметь школьнику до 14 лет, кроме паспорта, при посадке в поезд. Потом были и командные соревнования. В них тоже участвовали все 42 человека. Сражались регион коллектив на коллектив, регион на регион. То есть речь идет о Кузбасском регионе, дороге Новосибирском, Алтайском и Омском. Все было как в КВН задание. Визитная карточка, домашнее задание и еще интересный конкурс под названием «Дирекция железнодорожных вокзалов. 5 лет». В шуточных миниатюрах руководители вспоминали, как преображались их вокзалы. Также были творческие конкурсы, в которых надо было проявить смекалку. Ну а подробности и имена победителей можно узнать, прочитав 10-ю страницу Гудка. В новом выпуске газеты «Гудок» вы сможете прочитать о замене транспортного налога экологическим сбором. Такую инициативу разработали в Министерстве промышленности и торговли, чем сообщил заместитель главы ведомства Алексей Рахманов. В том случае, если инициатива будет принята, платить придется за выхлопные газы автомобилей. Кроме того, в Министерстве предлагают ввести предельный срок службы для автомобилей грузового и коммерческого транспорта. По предварительным данным, грузовику позволят служить 15 лет, а прочему транспорту – 20 лет. Также предлагается ввести специальный утилизационный сбор. И в том случае, если автомобилист продаст старый автомобиль и купит новое российского производства, ему выдадут специальный сертификат, который восполнит его расходы на автомобиль. Механизм нового налога пока что не уточняется, но в обществе уже активно обсуждается, к чему это может привести. Ген-директор агентства «Автостат» Сергей Целиков говорит, что волноваться пока что не стоит, так как в стране более 60% автомобилей старше 15 лет. И если мера будет принята сразу же, то это вызовет коллапс в обществе. Он считает, что меры будут вводиться постепенно, как в Японии, где в течение нескольких лет японцев привели к такой ситуации, что ездить на автомобиле старше 5 лет было уже невыгодно. Как показал опрос на сайте gudok.ru, 10% наших читателей готовы отказаться от автомобиля, если этот сбор превысит 5000 рублей в год. Еще 8,5% откажутся от автомобиля из-за сборов в 10 тысяч рублей. 5% читателей считают, что экологический налог в 20 тысяч рублей заставит их ходить пешком, а 8% готовы заплатить до 50 тысяч рублей за право пользоваться личным автотранспортом. При этом 15% считают, что будут платить этот сбор в любом случае и не хотят отказываться от пользования личным транспортом. 29% читателей заявили, что личным автомобилем не пользуются, поэтому им не критично, каким будет этот новый налог. Еще 24% участников опроса считают, что от такого налога можно уйти при наличии воображения. Успешное выступление в единой лиге ВТБ продолжают баскетболисты Краснодарского локомотива Кубани. После того, как железнодорожники преодолели барьер 1-8 финала в виде литовского «Жальгерса», который они бы играли в двух матчах, в четвертьфинале локомотив Кубань встречался с питерским «Спартаком». И вот после первого матча железнодорожники в четвертьфинальной серии повели со счетом 1-0. Первая игра проходила на площадке «Локомотива» в Краснодаре. И здесь команда Бажидара Мальковича сыграла блестяще. По ходу встречи краснодарцы вели с преимуществом в 20 очков, в 23 очка. Вот. И уже после первой половины матча успех Кубани фактически не вызывал ни у кого никаких сомнений. Да, в третьей четверти немножко удалось «Спартаку» сократить отставание, однако никаких принципиальных изменений в ход матча это не внесло. И в итоге Локомотив Кубань победил со счетом 71-57. Но дело в том, что серия продолжается до двух побед одной из команд. Теперь «Спартак» и «Локомотив Кубань» сыграют следующий матч уже на площадке питерцев. Эта игра состоится 20 апреля. А потом, если понадобится, будет третий матч, который уже станет решающим. Он пройдет также в Санкт-Петербурге 21 апреля. Будем надеяться, что «Локомотив Кубань» удастся преодолеть сопротивление «Спартака» и пробиться в четверку сильнейшей команды единой лиги ВТБ. Ну а подробнее о том, как прошла первая игра «Локомотива» и «Спартака», вы сможете прочитать на страницах нашей газеты. В этом номере на культурных полосах Гудка, как обычно, много всего интересного. Один из самых необычных материалов, стоящий несколько особнячком от всех остальных, рассказывает о чугунном павильоне, находящемся в Екатеринбурге. Туристы, побывавшие там и увидевшие его, приравнивают его к восьмому чуду света. Этот павильон создан целиком из чугуна, и стиль, в котором он был создан, называется чугунным кружевом, из-за того, что там очень много мелких деталей и множество различных элементов из разных эпох и разных стилей. Этот павильон был изготовлен для Всемирной ярмарки в Парижской в 1900 году. Потом у него была довольно-таки печальная судьба, его чуть было не пустили на снаряды, это было в годы, когда началась Первая мировая война. Но потом все же его удалось спасти, и теперь он находится в Музее изобразительных искусств Екатеринбурга. И очень многие его пытаются купить, на что руководство музея отвечает, что этот павильон бесценен. Также на этой же полосе рассказ о неизвестном широкой публике Вознецове, в частности о том, что он писал религиозные картины, религиозные темы. Об этом совершенно никто не знает. И в частности он практически в одиночку расписал Владимирский собор в Киеве. И на этой же полосе идет рассказ о юбилее Александра Иншакова, самого известного каскадера в России. В свой юбилей он совершил, пожалуй, самый оригинальный трюк. Он запел и продолжил делать это в течение всего вечера. Это был концерт, полностью состоящий из его собственных песен. Также на культурных полосах гудка в этом номере большое количество любопытных интервью. В частности, есть интервью, посвященное юбилею Марка Розовскому. Ему исполняется 75 лет. И о нем говорят очень много теплых слов его коллеги и друзья. И также 95 лет исполнилось бы Георгию Витцину. И тоже довольно-таки много любопытных вещей. О нем рассказывают его коллеги и друзья. В общем-то, материалы как-то немножко перекликаются между собой. Что о Витцине, что о Розовском. И третий любопытный материал – это интервью с поэтом Горбовским из Петербурга. В нем он тоже рассказывает много любопытных вещей. В частности, довольно-таки интересные рассуждения о том, чем отличается менталитет русских от белорусов и украинцев. Вообще есть ли какие-то различия. Так что читайте. Будем вам рассказывать и впредь о каких-то интересных культурных событиях.